За солнцем означает режим дня, за солнцем означает за Богом, означает ближе к храму, ближе к наставнику, ближе к молитве. Сил нет молиться — иди в храм. Значит, у тебя опасное время. Когда у человека нет сил на что-то, это значит, что он испытуемый. Допустим, нет сил молиться, одна девушка мне блевтеть, у меня нет сил молиться, нет сил, то все. Это означает тяжелый период. Испытуемым человек стал. Иди в храм, значит, иди туда, где тебе будут давать силы. Человек должен или вырабатывать из себя силы, или брать. Вот у меня бывает время, я еду в святое место и живу там месяц. По шесть часов молюсь каждый день, беру силы, каплю силы. И когда ко мне приходит, подходит тот, а Олег Геннадь, можно проконсультироваться, в святое место тоже. Я говорю, нет, я здесь лечусь. У меня лечение. Я на пол набираю сил на это время. Я в святое место, в бане, в туалете и в постели консультации не даю. Лечусь я в этих местах. Когда человек набрался от Солнца, от Бога, он набрался, дальше что? Начинается обмен или улучшение своей жизни. Как сделать свою жизнь счастливой? Много-много женщин везде-везде спрашивают меня, Олег Геннадьевич, как выйти замок? И я им лично всем говорю одно и то же. Нужно начать о всех собой, схватит мечтать, хватит в одинокой жизни, хватит в своей берлоге сидеть. Начни что-то делать людям, такое, чтобы у тебя обмен с энергией шёл с людьми. Сначала с женщинами, дружи со всеми, всех люби. И тогда ты будешь хорошей, красивей изнутри, не снаружи, а изнутри. Но это невозможно без правильной жизни. Если человек неправильно живёт, то он не может быть сильным. Сначала правильная жизнь, а потом дальше сила появилась, обмен. Обменивайся с другими людьми. Забудь свои заботы, падения и взлюги. Их нычь, когда судьба себя ведёт, не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда веди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда веди дорогу и добра. Понимаете, в этом очень важно понять, Что именно в этом победа над судьбой Оставь свои заботы. Когда-нибудь надо оставить, с утра или вечера. Лучше оставь свои заботы. Перестань думать о ребёнке. Перестань думать о работе. Перестань думать о всём, что тебя беспокоит. Погрузись в молитву. Погрузись в молитву. Оставь свои заботы, иначе ты будешь попран судьбой. Если постоянно думаешь только о своих проблемах, Ты разрушаешь свою жизнь. Ты истощаешься, ты теряешь силы. Твоя батарейка разряжается. Скоро даже спать не сможешь по ночам. Это признак сильного истощения батарейки нашей судьбы. Не хнычь, когда судьба тебе не идёт как-никак сестра. Терпи, принимай судьбу. Сначала надо вытерпеть, потом принять. Принял, вдохнул-выдохнул, оценил объём работы, начал трудиться. Всё, начал молиться, чтобы побеждать судьбу. Сначала принять. Ты не сможешь побеждать, пока не примешь. Пока вопишь, плачешь, в отчаянии находишься, суетишься, бежишь куда-то. Значит, ты не принял судьбу. Прими судьбу, успокойся. Делай так, чтобы спокойно, нормально стало. Когда ты сможешь оценить её в своём сердце. Понять, сколько тебе нужно сил, примерно почувствовать, сколько нужно сил, чтобы победить. И это всегда не так много, на самом деле, как кажется. Приведу вам простой пример, как побеждает судьба. На простом примере, который меня критикуют всегда, что я там привожу какие-то героические примеры из личной жизни. Я побеждаю судьбу. Простой пример. Часто мне люди помогают. Вот. И мои помощники решили мне помочь. Они взяли у меня на участке, сзади, такие колючие деревья достались от предыдущего хозяева. Вот с такими колючками акации, как кинжалы. Они разрослись, как бы, и они, друзья, помощники, обрезали ветки этих колючек всех. Ну, сделали так, чтобы там было больше места. Ну, и мне под грушей такую кучу сделали этих колючек. А потом они поняли, что они ее не смогут ни убрать, ни поднять, ничего с ней не могут сделать, потому что колется же все. Ну, и оставили мне там в огороде под грушей кучу колючек. Я говорю, а что с ними делать? Он говорит, ну, сожгешь. А как я сожгу? Он грушу загорится. Извините, так их сложили, что ничего не сделаешь с ними. Ну, и пролежали они там годик. И потом я смотрю, у меня куча колючек, я ничего с ней делать не могу. И все, короче, я такой в шоке. Ты же говоришь, молиться надо всем на лекции. Ну, иди молись. Пошел, пять минут помолился. Пять минут, представляю. В шоке был, в шоке был, неделю, наверное. Пять минут помолился, сижу, молюсь, пять минут помолился. Сердце, спокойствие по поводу кучи. Спокойствие в сердце появилось. Потом знание. Какое знание? Разведи костер. Не там, не под кучей. Разведи костер. А я такой, а потом? И все. Просто разведи костер. Нам интересно. Какое мистическое знание мне, Господь даёт. Я развел рядом костер такой. Так мне понравился, он горит. Такая весна, такой костер. Смотрю, нечем топить. Костер заканчивается. Я такой куче подошел, была не была. И так, ээээ, нашел одну веточку, вытянул. Костер вложил. Заканчивается костер. Еще одну веточку. Через 15 минут кучи нет. Я причем без перчаток, даже не подготовился. Просто и ничего не оцарапался. Просто вот, потому что надо было костер поддерживать. Эту кучу я всю раздербенил за 15 минут. Как это получилось, я не знаю. Как-то находил каждый раз веточку, выдергивал ее как-то. Не бросал в огонь. И счастье испытывал. Через 15 минут кучи нет, все, это сгорело. Когда человек, самое сложное, это начать побеждать судьбу. Это самое сложное. Потому что судьба пугает, он говорит, ты не сможешь, никаких шансов вообще. На улице бегать с утра, ну никаких шансов, ну вообще у тебя нет. Ну а люди там, собаки всякие, ну ты че, ну это же невозможно, это же противно, это все. На тебя будут смотреть, а ты бежишь, а все над тобой смеются. Судьба тебе будет говорить об этом. Вот. Ну сначала начать очень сложно. Когда начал бегать три года назад, пробежал 500 метров. Меня жена вытащила. Она говорит, пойдем со мной, мне надо бегать, пойдем со мной. Я не могу одна. Я говорю, ну пойдем. Ну мы пробежали, очень тихо я бежал, как шел, вот как человек идет, я так бежал. 500 метров, задохнулся три года назад. Ну жена перестала бегать, как все женщины. А я уже привык, она продолжала. И очень медленно увеличилась дистанция. Сначала 500, потом 600, там 700 метров. Так потихонечку дошел до полутора километров там. А потом, когда уже 5 километров я бегал, уже быстро прибавлять я начал. То есть по километру уже там. В общем, потихоньку, помаленьку. Сейчас уже 16, 17, 18, сколько надо я бегаю. Раз в 5-6 дней. И мне нравится, когда собачки вокруг, люди. То есть все поменялось. Настроение, восприятие мира поменялось. Легче стало все воспринимать. Субтитры создавал DimaTorzok